Да, слава Богу, друзья, продолжаем тему История христианства, История Восточной Церкви Молодежь с мессией Слава Богу Братья и сестры, продолжаем тему Из того, что я вчера рассказывал Я постарался показать, как начался процесс Вмешания христианства с езичеством Это стало возможным через подчинение Церкви государству Когда это происходит, то происходит всегда беда Когда церковь влияет на этот мир, это хорошо Но когда мир влияет на церковь, это уже очень плохо Когда церковь влияет на этот мир, это очень хорошо Но когда церковь влияет на этот мир, когда мир влияет на церковь, это настоящая проблема 325 год, первый Вселенский собор И император Константин, который был там председателем Он, по сути, провозгласил новую систему взаимоотношения Церкви государства Он заявил, что он глава Церкви, по сути Помните, вчера я говорил, цезарепопизм Вот, к примеру, в своде законов Российской империи При царе, еще три императора российских То в своде законов Российской империи было написано, что глава Церкви его императорское величество Вот, и эта проблема, в общем-то, такая, не только российская, это проблема такая, интернациональная Мне нравится, как Иисус говорил, кесарь кесарево, а Богу Божьим Вот, и начиная с того собора, началось постепенное смешание с язычеством Я вчера назвал проблему многобожию, помните? И что монахи получали в 4 веке откровения, как бы, такие, спиритические Макарий египетский, запомнили его вчера? Макарий египетский, да, с черепом Мне до сих пор стыдно бывает, когда я вспоминаю, что я сам раньше в это верил, в такие ридикулые вещи Просто даже самому странно теперь это все Как я мог отойти от Писания, от Божьего Слова и попасться в эти суеверии вообще? Но теперь я стараюсь как раз просвещать людей, как раз именно обращать людей к Иисусу, чтобы помогать им выходить из заблуждений И вы, люди с миссией, также действительно несите Евангелие Христа и помогаете людям выходить из заблуждений Убеждайте людей в том, что ни в коем другом нет спасения, нет другого имени, кроме Иисуса Христа И из истории христианства я вижу, что все эти лжеучения приходили через пренебрежение Писанием и, опять-таки, пренебрежение силой Божьей И в 431 году в городе Эфесия было впервые в истории христианства принято решение, что можно молиться кому-то еще помимо Господа Я вам расскажу малоизвестную информацию, которая вам пригодится Что на самом деле летом 431 года проходило два собора, по сути, параллельно Один собор был 22 июня А вот легко запомнить, да, потому что фашистская Германия напала на Советский Союз Вчерашние друзья-товарищи стали с грешными врагами, как раз 22 июня, как вы сказали По-моему, это очень легко помнить, потому что 22 июня Сталин и Гитлер поделили Польшу А потом сцепились друг с другом Вот, это было 22 июня Это было 22 июня Поэтому, чтобы запомнить, как честно Но 22 июня 431 года Собрались в Эфесе епископы, священники, священнослужители христианские Но большей частью это были монахи И местный эфесский митрополит Мемнон его звали И они приняли решение Что можно молиться и даже нужно молиться Что есть много посредников к Богу Они заявили, что христианство уже 400 лет христианству И что мы знали только лишь одного посредника Иисуса Христа Но пришло время обогатить такое христианство Что якобы монахи получали откровение в пустыне, допустим, через умерших Или через ангелов, что можно молиться и разным другим посредникам Это были монахи африканские монахи И они заявляли, что именно из Африки пришла система многобожия и идолопоклонства Но они даже место Писания нашли, которое как бы их оправдывало в их глазах Где об Иисусе говорится пророчество И из Египта возвал я сына моего И они говорили, вот пришло время, теперь истинному откровению, Евангелию Ну вот такому полнокровному уже настоящему христианству из Египта прийти в христианство вообще по всему миру А монахи говорили, что им в пустыне являлась Мария, Матерь Иисуса Христа Да, Матерь Божья, да? Да, Матерь Божья, Матерь Божья Понимаете, они приняли это за чистую монету, поверили в нас Так что это Матерь Божья, Частаковская и все остальные Одним словом, много, очень много В Русской Православной Церкви, допустим, больше 300 наименований Марии Там икон разных Божьих отцов В Майами, Матерь Иисуса, очень популярна Она была называемой богатой Их было много имиджей Ее четырестные иконы, да? Да Триста Триста А в католическом мире тысячи Это большая беда Потому что при всем уважении к светлой памяти от Мамы Иисуса Христа, Матери Иисуса, нашего Господа И при всем уважении к светлой памяти всех умерших святых апостолов, преподобных, мучеников, всех-всех-всех Никто из них не мог дать спасение нам А спасение только Иисус Христос дал нам Написано, Бог во Христе примирил Собою мир И не меняя людям преступления их И дал нам Слово примирения Ибо Един Бог, Един Посредник, Иисус Христос Он есть путь истинной жизни Но многим, до сих пор многим христианам, православным кажется это очень примитивной верой Просто христианство кажется очень примитивной Они говорят, это было когда-то, это было в детстве, это были первые столетия, это было давно уже Я слышал не раз из уст православных епископов, священников, моих коллег, что христианство сегодня это уже взрослое христианство А то было детское еще, с детским мышлением как бы вот таким, что только один Иисус Христос спасли Одно раз я слышала от моих коллег, от христианства, от бишопов, что в той же время это было как, 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 как. Когда я только приехал еще в Киев, один из первых соборов я посетил Владимирский собор Да, в честь князя Владимира, крестителя Руси Я пришел туда еще, чтобы посмотреть там фрески, там работа Васнецова есть Вот, и, ну я был в рясе, с квестовки Вот, и одна из женщин, которая работает там Это не было уже служебное время, это было, когда они прибирались после служеба Она подошла, спросила, откуда я, говорю, я говорю, с Россией приехал вот-вот, и мне интересно очень даже здесь И она говорит, я могу Вас провести сейчас туда вот, там Вы можете поцеловать мощь, там, такой-то святой, такого-то святого, у нас они лежат Останки человеческие Да, да, ага И она сказала, что Вы можете прийти, и я хочу привлечь вас в специальных местах, и вы можете прийти, и вы можете прийти, и вы можете прийти, если хотите Я сказала, нет, спасибо Она говорит, нет, ну пожалуйста, пройдите, в Божий Господь священник Я говорю, да, я священнослужитель, но я говорю, не поклоняюсь Божьим мощам Ее компьютер зависит Она видит православного священника, который отказывается словать мощь и говорит, что он этого не делает больше Эта лица он говорит Это святые гости, хороший Можно такой серьезно сделать и Serbo Холли-холли! Есть Мистер Бонс! Да, это Холли-бонс! Вау! Надо будет сделать! Холли-холли! Холли-холли! Пусть такая падает! Заставка будет! Мы можем сделать холли-холли! 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 Я сказал, она говорит, а вы же православный? Но эта женщина, она была задумана, и она сказала, что ты не ортодокс? Я говорю, да, я православный. Я говорю, да, я раньше целовал мощи, целовал кости эти, но теперь всё, я другой ориентации. Я говорю, нормально, я Богу лишь поклоняюсь. И я сказал, что, да, ты знаешь, раньше я делала это, я обменивала эти холли-холли-холли. Но теперь я изменила мою мину, и сейчас я обмениваю только Богу. И я дал ещё, ещё, ну короче, я ещё больше слова рассказывать. А там акустика хорошая, народ собрался. Я уже потом понял, хорошо, что не было священников местного. А то могла бы быть икона черепная травма какая-нибудь. Я могу помочь, я могу помочь. Или кадилам узлеваемым. Я могу помочь травмам, или я могу быть травматизмом с другими инструментами из церкви. И это может быть довольно вкусно. Да. Вот. Короче, я им всё это рассказываю. Я молюсь только лишь к Богу. И я не молюсь уже, раньше молился к Богородице, к Святым. Теперь я их уважаю, почитаю, но я не молюсь им. Я молюсь только лишь к Богу. И говорю, у меня один посредник, Спаситель мой, Господь мой, это Иисус Христос. И одна женщина там, ну она самая авторитетная, её все слушали там. И одна женщина, она, 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 она сказала, батюшка, у вас слишком упрощенная вера, говорит. Да, да. И она сказала, папа, у тебя слишком низкий способ думать. У твоя вера слишком плановой и примитивной. Мы расстались, и я потом размышлял, думал, надо же, ведь вера Божья, вера Христова, она кажется людям религиозно-примитивной. Религиозным людям хочется запутанного всего, запутанной системы. Сложная, очень сложная. На самом деле, путь евангельский, путь библейский, он очень простой. Мое христианство – это сам Иисус Христос, и сам Иисус Христос – это мое христианство. Все. Мое христианство – это только Иисус Христос, и Холдий Иисус Христос – это все. Это самая основа, это основа всех основ. Это самое сочиненное основание, это основание, это основание, это основание всей страны в мире. Запутанная система – это Вавилон. the complicated system, puzzled system is Babylon. Беб, как? Babylon, Babylon. Это очень похоже на оригинальное. На Иврите Бабель, Babel. Actually Babylon is, this word is very similar to the original one, because in Jewish language this is Babel. И буквально это запутанная система, запутанная вещь. Даже есть такое выражение на игре, то есть буквально он пошел правильно, но заблудился и потерялся. У нас на английском Библии даже башня Бабло, не башня Бабло, а башня Бабло в Старый Цвет. То есть это когда все перепутал, когда Бабло в Старый Цвет, вот это вот, в принципе в оригинальном тексте еврейском так оно и есть. Это башня запутанной системы. То есть религиозная система породила вот это все, безобразие. В оригинальном тексте это как табор в конфузенном системе. То есть все эти конфузенные системы породила что? Религиозная система, запутанная. Религиозная система. Так что что делать там? Выводить на свободу людей. Мне нравится одна притча на эту тему. Называется ставни и свечи. Это вот то, что закрывается окна снаружи. Вот роли там или ставни там. У нас просто таких нема в английском, ну у них там... Роль ставни есть. В них в культуре не было цены. Окей, давай. Калласс. Винд га... Винд... Калласс. Шаттерс. 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 Выводить. Шаттерс. 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 Я тоже буду знать. Интересно. Напоминаю, в погоде здесь много чего-нибудь знаешь. Интересно. Вот значит, и... Ставни закрыты. Рnostрои сидят в полумраке. в темноте. При слабом свете. А зашел с улицы человек после яркого солнечного света, что вы здесь в темноте сидите? Стал их критиковать. Другой зашел. Он стал тушить эти свечи вообще. Что вы здесь делаете? Через полмаракет сидите. Но зашел третий, он не стал ни критиковать их, ни тушить их, ни свечи не стал. Он просто вышел на улицу и открыл эти ставни у них. И свет пришел в это помещение. И люди сами потушили свои свечечки. И мудрость притчи в том, что мы не призваны критиковать людей за их мрак, за их темность или тушить их не свечки. Мы призваны давать им свет истинный. Открывать их ставни, чтобы приходил Христос к ним туда. Люди не глупы, люди поймут, что это лучше намного, чем при свечечках сидеть в полумраке. Люди не глупы, они понимают, что это свет, генеральная свет, гораздо лучше, чем сидеть в темноте с маленькой светлой. Как в сказке, помните там огниво, когда солдат оказался в подземелье, короче. Помните сказку-то вообще? Или я только сказки не знал. У меня просто шестеро детей, поэтому я сказки все закупано рассказывал. Это почему я знаю все сказки, потому что я постоянно рассказывал. Но я каждый раз, когда сказки детям читал, сам получал откровения. Но каждый раз, когда я читал сказки, я получал откровения. Сказка-ложь, доменамек, христиан на всем урок. Сказки должен быть как шутка, как только сказки. Но может быть показатель. Это может быть как парабол. И это урок для христиан. Там солдат зашел в одно помещение, там были медные монеты. Он набил ранец этими медными монетами. И пошел дальше. Помните? Когда солдат в подземелье в подземелье, он открыл одну комнату, и он увидел, что комната была вставлена с серебряными монетами. И он вставил... Медные монеты? Да. Медные монеты. Медные монеты. Да. А потом зашел в другое помещение, а там серебряные монеты. И он вытрусил медяки, набил серебром уже и пошел дальше. После этого он пришел в другую комнату, где он увидел серебряные монеты. И он взял все его лаги с серебряными монеты. И он взял все с серебряные монеты и вставил серебряные монеты. И он был вставлен с серебряными монетами. Он взял все золото. Зачем из медикин? Зелебройский золото? И он взял из его рюксек и вставил золото в остальные монеты. Потому что он понимал, что предыдущие коины, как копер и золото, не так преселенные, как золото. Если просто отбирать то, что люди имеют, они будут задержаться. Если просто пробовать что-то, что люди имеют. И самый хороший способ человека оставить в его заблуждениях, начать с ним спорить на тему его заблуждений. Потому что человек будет думать о своем заблуждении, он будет искать доводы определенные, будет читать эту тему, будет интересоваться этим. Потому что человек будет начинать думать о своем заблуждении, будет рассчитывать о своем заблуждении, будет читать больше, будет исследовать больше, просто чтобы защищать его облуждение. Это все, что я рассказываю и буду еще завтра рассказывать. Оно пригодится вам. Держите это в уме, при случае используйте это, но этим не сражайтесь с людьми. Это все, что я вам расскажу вам. Все эти информации я расскажу вам. Но пожалуйста, держите это в голове, помните, обучайте это, но пожалуйста, если вы встречаете людей, не борьтесь с ними, не показывайте такой доклад или закону. Мы же воюем не против людей, а за людей наоборот. Мы за них. Потому что мы не боремся на людей, мы боремся на них, мы боремся на их стороне. Мы даем им лучшее, намного лучшее. Это как раз талант миссионеров. Все успешные миссии на этом строились всегда. На Кавказе я проповедовал в общинах мусульман евангельской веры, мусульмане, которые приняли Иису как массив, как спасителя своего, Господа своего. На Кавказе я проповедовал людям евангелистской веры, которые принимали Иису как его лордом. Да, лорд. И спаситель, савер. И что интересно, что они приняли не потому, что с ними спорили, они приняли потому, что они увидели лучшее, намного большее, чем они знали вообще раньше в своей жизни. И вот в то время, когда проходил Ефесский собор запомнили, да, 22 июня, то местный эфесский митрополит он сказал следующее, что, мол, издревле Эфесс, он прославлен был с пультом Богородицы, пристадевы Артемиды, эфесский. И что это было якобы прообразом настоящей Богородицы, которая есть уже Марией, Матерь Иисуса Христа. Это было экспозиционное символ, или как прежде, как... Это было... Это было не у вас лекарство. Прошло, то что это было... Это было символ Это был символ этой пророчественной боги, которая была изображена Мэрию, которую люди должны пророчевать. Получается, как у Израиля были пророки, которые пророчествовали. Израилы были пророки, которые пророчествовали. А у язычников, мол, предчувствовали, предугадывали как бы настоящие. Это было главной мыслью этого спикера на соборе. Вы можете представить, на каком крайне низком духовном уровне находились эти люди. Вы можете представить, как плохой уровень их спиритового уровня и их уровень понимания. Будьте внимательны, пожалуйста. То есть, получается, два источника было этого лжеучения. Первое – спиритизм. А второе – заблуждение. Только думайте, господа, ведь миллионы людей на сегодняшний день верят в это лжеучение. Но, слава Богу, что тогда же проходил и другой еще собор, там же, в Эфесе. Который начал свое заседание 26 июня. На соборе 22 июня председателем был Кирилл, африканский, александрийский. Кирилл! А второе – 26 июня. Вот это Кирилл. Это все во время второго собора. Первый. Нет. Мы вернулись назад. Мы с тобой вернулись назад. Кирилл был в 20-тал. Внимание! Братья! Слезка! Аптунг! Значит, на этом соборе... Это третий собор, вообще-то. Это был третий конгресс, вообще. Я вам говорю малоизвестную информацию. Что было на самом деле два собора. Один 22-го июня. Другой 26-го июня. На соборе 22-го июня. Председателем был Кирилл, патриарх Кирилл Александрийский из Африки. На соборе 26-го июня. Африка. Александрия. На соборе 26-го июня. Председателем был Иоанн патриарх Антиохийский. То есть, по сути, это были две разных школы богословские, которые очень сильно друг другу противовечили. Запомните, африканская школа Александрия, она строилась на позиции, это была школа гностицизма, христианского гностицизма. Они избегали прямого, буквального понимания Писания, а искали везде лишь мистический смысл. Они избегали прямого понимания книги, и везде они были procurали аллегорию, экстрасенс, мистический смысл. Это была школа ярко выражена антисемитская. Они держали с принципа замещения, что церковь якобы заместила собой Израиль, и Израиль теперь все на веке забыт уже Богом. Знаете эту теорию, да? Нет, потому что, теория замещения называется. Теория замещения, что Бог любил Израиль, любил-любил, клялся, божился. А потом якобы взял и разлюбил. Все, и развод. И полюбил другую церковь христианскую. И теперь заместо Израиля, теперь церковь. Очень простая теория. Но очень коварная. Потому что церковь, она продолжила то, что делал Израиль, но не заместила собой Израиль. Дело в том, что Бог, если Он избирает кого-то, Он призывает, Он не ошибается. И если Бог соврал раз, нарушив Своё Слово, то как такому Богу можно доверять дальше? Поэтому теория замещения, она и против Израиля, и, по сути, против всего человечества. Но Бог верный Своему Слову. Он не как человек, который сейчас да-да, а завтра нет-нет. Что Он говорит, это навсегда. Я благодарю Бога за это, за верность Его. Такому Богу можно доверять смело. И свою временную жизнь и вечность. Я знаю, что Он завтра не скажет, прости, Серёжа, мы ждем, всё кончено, извини. Серёжа не прикажет. Я скажу, Господь, ты уже сказал, и в Слове Твоем, ну мало ли, я передумал. Забудьте, забудьте. Между нами всё кончено, вообще, прошла любовь, заливая комедора, как говорится, всё. Они не любят тебя больше, они любят меня, поэтому, извините, извините. На самом деле, дары Божьи и призвания непреложны написано. Дары и призвания Божьи непреложны. К римлянам Павел пишет в 11 главе. Дары и призвания Божьи непреложны. И теория антисемитизма, одним словом, африканская школа была ещё и антисемитской школой. И они строили, сейчас скажу, приоритетом ставили всегда личное откровение, опыт свой личный, духовный над Писанием. А 26 июня Собор, где председателем был Иоанн Антиохийский, помните, говорил, да? И в конгрессе 26 июня, где председателем был Иоанн Антиохийский. Эта школа была ярко выражена библейской, евангельской. Помните Лютерова знаменитая, Мартин и Лютера, да? Соло скриптура, только Писание. Но задолго до Лютера об этом говорили антиохийцы, тогда ещё в 4-5 столетиях. И в отличие от Александрийской школы, антиохийская школа приоритетом ставила именно Слово Божье. Конфликт был неизбежен. 26 июня на соборе было заявлено. Иоанн Антиохийский, представители Папы Римского, представители Вселенского Патриархата и другие патриархи. То есть епископы, множество епископов. Они заявили, что христианство 400 лет существует в таком виде и не следует его портить при внесении этих заблуждений. И они заявили, только Писание, это есть приоритет. И даже если ангелы или, допустим, открывали вот тем африканцам какие-то новые откровения, будет анафема. И даже если апостолы приносили, анафема. Апостол Павел говорил, что если мы принесем другое благовестие, не то, которое вы приняли, то будет анафема или ангел с неба. Да, да. Поэтому при всему уже не к ангелам или кому еще. Есть вернейшее пророческое слово, есть откровение Бога самого. Которым мы проверяем все откровения. То есть как христианин я свой опыт личный проверяю словом Бога. Тестирую. И это очень хорошо помогает всем верующим. И это очень хорошо помогает всем верующим. И на соборе 22 июня было заявлено, что можно молиться к Богородице, к Марии, к святым умершим. И на соборе 26 июня было заявлено только Иисус. На соборе 26 июня было заявлено только Иисус. Да, точно. И знаете что, кто же взялся быть судьей между этими двумя соборами? Кто решил быть судьей между этими двумя соборами? Государь-император. Император. Император. Император, да. Император. То есть, цесарь-паппизм сыграл здесь очень страшную роль. То есть, цесарь-паппизм или цесарь-паппизм, или цесарь-паппизм, как право думать, играли большую роль там? Потому что решение двух этих соборов легли на стол к императору. Потому что эти две решения были поставлены на стол, перед императором. И император принял решение, что собор 22 июня является каноническим, настоящим, правильным собором. 22 июня. Да. И вообще, все понимали, что это была инициатива императора, и другие люди, которые были на руках. То есть, была такая религиозно-политическая афера. Афера. Такие принципы. Афера. Такие объекты. Как схемы. 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 И участники собора 26 июня. Подверглись депрессии. 26 июня, 26 июня. Те из них, что отказались подписывать решение 22 июня были репрессированы, арестованы. Участники 26 июня собора, те, которые отказались подписывать документы 22 июня, согласились, подверглись репрессиям, арестам, ссылкам, заточениям в тюрьму. Сотни священнослужителей, епископов, богословов, священников были отправлены как простые рабы на каменоломне. И они в Африку, в Оазис Нибис. Те это уже жуткое место. По сути, насмерть были отправлены. Те, по сути, насмерть были отправлены. И одному из патриархов был... И одному из патриархов было заявлено, что если он согласится все-таки подписать решение 22 июня, ему дадут свободу. И не просто даже свободу, а его восстановят в должности как патриарха вселенского даже. И от императора каждый год приходили с этими документами, уговаривая подписать их. Но этот патриарх отказался и другие епископы отказались и так и умерли простыми рабами там в каменоломне. Те они предпочли страдать с народом Божьим, чем иметь временное греховное наслаждение. Решили так, как мужчины. На место репрессированных епископов поставили монахов. Чаще всего не грамотных, невежественных людей. На местах, где министры были дедикатированы люди, ровные и бишопы, вместо них монахов были поставлены. И в большинстве случаев они не знали много, они были илитерированы. Которые привезли еще более страшные ереси. И ровно через 20 лет, в 451 году, в Халкедоне был собор, тоже вселенский собор большой. И там был легализован религиозный оккультизм. Да, да. Вот эти холли бонз. Мощи, мощи, останки, останки. Останки, останки. Я расскажу историю, пример приведу. Что произошло в 451 году? Халкедон. Монахи, эти епископы, монахи, они использовали мощи, останки одной девушки. Юная девушка была убита когда-то, больше ста лет тому назад, до того, за Христа. Мученица. И споря о разных догматах, они решили обратиться к ней. Они открыли гробницу. Это Халкедон пустыня. И тело девушки было засохшее, как мумия. Девушку звали Ефимия и она была мертва уже больше ста лет к тому времени. К ней в гробницу положили описание с разными определениями веры, как бы. Потом закрыли гробницу, запечатали печатями. И молились этой девушке, чтобы она дала ответ. Только вдумайтесь, это христианство? К сожалению, в православии традиционном нереформированном это называется как раз высшим христианством, духовным христианством. На самом деле это религиозный оккультизм, спиритизм. Или просто аферизм. Или просто фейк. Дьявол, он отец фейка вообще. Дьявол, он отец фейка вообще. Я такую проповедь даже там сделал. Дьявол, отец фейка. У тебя в церкви. И я рассказал как бы из Библии, из жизни, почему я так думаю. Так вот, и когда гробницу Ефимия открыли. После молитв этой девушки, они увидели чудо. Одно из определений у нее в руке, а остальные в ногах. Фокус, фокус. Абра-катабра. Супер-магичный трик, хуфна. И другие, как бы, были под ногами. Вот, и тогда многие согласились, а многие и не согласились все равно. Оппозиция не поверилась, сказали подставу. Абра-катабра. Тогда председатель сказал, хорошо, нет проблем. Мы сделаем теперь, не закрывая гробницу, спросим прямо ее так вот, открытым текстом. Они верили, что раз это девственница, она чистая душа, как бы умершая, святая, она даст чистый ответ от Бога прямо. Ну и собрание епископов этих монахов, они стали молиться Ефиме, дай ответ нам. И вдруг, чудо. Рука так... Она мертвая была, но рука сама... Короче, фильм ужасов. Нужно написать эти лекции 18+, чтобы страшные истории рассказывать. Это 18+, потому что таланты страшные истории. Не рекомендую при принятии пищи нельзя. И рука сама протянулась к председателю. И все говорили, ооо, все, вот эта сила прослепилась. И люди сказали, вау, что чудо Бога! Какая мощь пришла сюда! И после этого, почитание мощей, останков человеческих, вот эти холи... Бэм... Бонс... Бонс... Они стали повсеместными. На востоке, по крайней мере, на востоке. На запад это пришло чуть позже. А на востоке именно вот эта как раз форма такого извращенного оккультизма, она была очень популярна, к сожалению. На востоке... На востоке...